привет мои дорогие я рада вас приветствовать на своем канале меня зовут надежда это канал лолина декор элемент и это канал о вязании о моих хобби о творчестве о путешествиях когда не случается в моей жизни о всем том что меня вдохновляет и что меня радует я рада что вы заглянули на мой канал если вы на меня подписались я вам очень благодарна этой неделе количество подписчиков выросло на этой неделе мне прилетели первые негативные отзывы как сказала одна моя коллега по цеху тоже блогер значит это признание об этом о всем я поговорю уже в финальном подключении сейчас я вам предлагаю посмотреть как проходила моя вязальная неделя и до встречи в конце этого видео пока пока доброго утра понедельник моточек под контролем очень вкусно пахнет начала носочки которые на заказ сейчас набираю эластичным набором 2 вчера провязала резиночку 2 на 2 вышла на гладь и вот сейчас буду догонять этот носочек такие вот дела вечер среды мы после прививки и нервничала кошка далеко ездили растет мало папе если я уже сороковом ряду 38 всего рядов 52 то есть скоро закончится кокетка цветная немножко стянутое полотно мы лежим кубе спина болит сегодня модельку ездили за рулем конечно было болезненно ехать но надо было за и код вести на прививку ежегодно такая красота среда вечер там у меня еще в проектной сумке носочки чуть подросли и одна и вторая пара митинге вообще не не трогала вот так вот очень переживаю что не хватит серого цвета потому что еще темно-серого много но посмотрим буду значит что-то придумывать ты не кофеек очаровательной девочкой немножко появляется цвет люблю работать на такой крафтовой бумаге тогда можно поработать белым цветом сегодня выбили вот эти вот лилии и посмотрим как это будет выглядеть на этом этой бумаге и на второй работе появился сам цветок и такая закрученная волна а 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 мы стараемся поможете появляется в цвет пока вот так и помощница Она очень любит, когда я рисую, любит вот так вот увлечься на материалы, на работу. Почти заканчиваю кокетку, у меня по логике уже вот тут вот последний сейчас будут ряды розового. Розовый тоже остался, довольно-таки много. Талую воду я не использовала и остался серый. Вот так вот это сейчас выглядит. Всем привет! Пятница. Почему сегодня не пятница 13? Хотя я не суеверная. Как вам то, чем я занимаюсь? В общем, очень долго я не могла понять, практически до последнего момента, пока я не закончила кокетку и не начала отделять рукава. Почему же у меня такая форма не стандартная? Моя лапопейса выглядит грибочком, а не красивой круглым таким солнцеклёшем. Оказывается, в описании. Прибавки указаны с третьего ряда, а в тексте написано, что во втором ряду после резинки равномерно прибавьте 20 петель, которые я, собственно, и не прибавила. И получается, что получилось так, что мне в конечном итоге 60 ровно петель не хватило на окончание кокетки. В общем, я полностью распускаю. буду перевязывать горло. В общем, я полностью буду перевязывать это изделие. Вот такая вот продуктивная неделя. Мало того, что со спиной беда, так еще и вот с моей первой лапопейсом. Не блин, как должна была быть, а комом. В общем, такое. Такая позитивная у меня нота. В общем, отключаюсь. Буду себе распускать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 так выглядит моя бывшая лопопейса это те ниточки которые я использовала это мой остаток серый то есть вот воротничок я пока не распустила до конца потому что я вязала по описанию на 4 размер и как по мне она слегка туговато если это высокий ворот если ее допустим сделать с подгибом то она будет не такая тугая если делать с подгибом то я бы например сделала со скрещенной петлей то есть скрещенную резинку это смотрится более интересно в общем об этом я подумаю как говорила скарлетт завтра я анонсировала что может быть у меня что-то пойдет в распуск на этой неделе вот у меня пошла моя лопопейса что какие выводы надо сделать первое не смотреть только схему отчитываться в описании текстовое потому что мелкий шрифт как в юридических каких-то документах очень важен то есть вот эта дописка мелким шрифтом до начала описания кокетки добавьте увеличьте количество петель равномерно на 20 штук я видимо пропустила но ничего это все опыт а опыт это очень очень ценно до следующего включения ну что ж такая вот моя была вязальная неделя без особого результата лопопейса распущена ноль воротничок я тоже распустила потому что решила что буду набирать количество петель которые рекомендованы для максимального размера тем более по факту я в плотность не попала которая заявлена в описании у меня большее количество петель в сантиметре поэтому я я вязала на l размер и она была мне но мало то что она не сидела из-за того что я ошиблась в описании она была еще и мелковата поэтому я решила связать самый больший размер и я уже надеюсь у нас сядет будет воротник подложенный стоечка то есть двойной почему потому что все таки рубина за счет альпака покусывает вот чтобы пускай лучше явно мотая потом сверху шарф чем я не смогу носить изделие сижу в своем любимом свитере фоге по описанию наташи и хочу сказать по поводу этой пряжи только что вот переписывалась с анастасии с ее прекрасного канала анастасия inspiration если правильно помню так вот переписывалась по поводу вот этой пряжи увидела что она ее рассматривает и сразу написала нет нет категорически нет пряжа была заявлена с кашемиром она совершенно после четырех стирок не вы не выстирывается пропитка катается в общем кроме того что прекрасно сидит у свитера особых плюсов нет поэтому спасибо проверенному магазину хомяк и это не реклама я часто у марьям покупаю пряжу и у нее действительно хорошие проверенные артикулы это пряжа excellent by rigo здесь 20 кашемир 20 як 20 меринос 38 шелк 2 хлопок вот такой вот прекрасный цвет у этой пряжи я буду я буду этот свитер перевязывать вот в этом артикуле для того чтобы иметь и качественное изделие и классно сидящие изделия это относительно проверенных магазинов вот также на этой неделе получила свой заказ очень долго не могла его забрать на почте связи с тем что тяжело мне ходилось на этой неделе вот такое вот замечательное сочетание уже на следующей неделе в следующем влоге обязательно покажу вам референсы что хочу из этого связать просто сейчас вот так вот и даже не говорю что но красиво по поводу носочков закончила я носочки из гидифры вот так они выглядят и надеюсь вам видно что вот на одном из носочков очень резкий вот тут какой-то переход в общем вот так выглядят эти носочки у меня остались два отмотанных клубочка темно-зеленых . очень приятный получились пряжа действительно прекрасно она после этого преображается она и так мягкая и пухлая идеальные петли только вот бы с рассветкой чуть-чуть додумать производителю а так конечно гидифра мне понравилась и я теперь буду охотиться за однотонными или другими сериями потому что ван футу сериям я ее не поняла плюс моя замечательная кошка разодрала мне фиолетовый моток в клочья поэтому я осталась собственно только вот с этими носочками из ужасно раз распатраны сама лучше украинскую раз рассатаным мотком грустно мне печально по этому поводу ну уж таковать такие дела и что еще хотела показать в окончании этого видео это то что уже света мало не хочу включать лампу движутся вот эти мои носочки красивые очень красиво ложится тоже полосатая пряжа второй носочек тоже движется но так как у меня когда я начинала изнутри мотка в такой клок просто вылез пряжи теперь мне надо вот полностью отвязать этот мод поэтому я уже здесь на клине подъема и потом я уже догоню вторым носочком я не подбирала секции мне нравится мне нравится когда секционная пряжа на разных носочках по разному ложится мне одна моя знакомая которая получила от меня носочки в подарок сказала мне нравится что они не симметричные я знаю где мне левый где мне правый поэтому вот у меня теперь в этой паре клиентки один будет левый один правый ну или наоборот как она уже захочет на следующей неделе я в оглавлении написала на следующей неделе я активно приступлю к тестированию жакета я попала в группу тестирования к сожалению из-за состояния здоровья на этой неделе не смогла за него капитально сесть и начать начну жакет продолжу свои процессы продолжу отдельно бороться со своими долговязыми недовязыми со своими не стартами для того чтобы уже в скором будущем начать новые процессы я благодарна всем вам за позитивные ваши комментарии за ваши отзывы я благодарна каждому кто на меня подписывается и значит я созвучно вашей душе и вашему настроению я вас благодарю всем сердечко всем здоровья удачи вдохновения и если это вязание ровных петелек пока пока